Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня готовим картофельные пирожки с капустой. Здравствуйте! Очень вкусные и сытные! Чтобы приготовить картофельные пирожки с капустой, нам сначала нужно подготовить картофель. 400 граммов очищенного картофеля нужно отварить до готовности. Картофель закипел, добавляем соль и отвариваем до мягкости. И сразу же приступаем к приготовлению начинки. Нам нужны будут следующие продукты. 300 граммов нашинкованной капусты, 1 луковица и 1 морковь. Соль, перец добавляем по вкусу. На раскаленную сковороду с растительным маслом выкладываем нарезанный кубиком лук. Обжариваем чуточку. К луку добавляем морковь, натертую и на крупной терке. И обжариваем все вместе. Теперь выкладываем капусту и тушим все вместе. Капусту обязательно нужно посолить и поперчить по вкусу. Добавляем чёрный молотый перец. Чуточку поджарили, а теперь добавляем немножко водички. Грамм 150 грамм. И тушим до готовности, до полного испарения воды. Картофель сваренный. Слили полностью всю воду. Добавляем 25 граммов сливочного масла. Сейчас немножечко вот так будем разминать. Добавляем пол чайной ложки соли. Ещё обязательно. Также для картофельного теста нам понадобится 100 граммов муки и одно яйцо. Не спешим добавлять яйцо, пока у нас ещё горячий картофель. Хорошенько разминаем. Добавляем половину муки. Охлаждаем картофель. Тёпленький. Теперь добавляем яйцо и быстренько-быстренько вот так замешиваем. Быстро-быстро. Чтобы яйцо не свернулось быстро-быстро-быстро. Добавляем оставшуюся муку и замешиваем тесто уже ложкой. Оно не должно быть плотным, мягким. Тесто готово. Сейчас собираем в один ком. Начинка доготавливается. Тесто должно быть мягким. Сверху тесто накрываем полиэтиленовым пакетиком и кладём в холодильник. Доготавливаем начинку. Я всегда капустной начинке делаю больше, чем нужно. Обожаю тушёную капусту. Часто её готовлю. По желанию в начинку можно добавить немножко томатной пасты или немножко томатного соуса. Я не добавляю. Ещё пару минут и начинка готова. Начинку нужно полностью остудить. Капустная начинка остыла. Достаём наше тесто с холодильника. Оно мягкое. Посыпали стол мукой обязательно. Теперь смотрите. Разделяем тесто на части. Значит, смотрите, всё достаточно просто. Припыляем стол мукой. Разделяем тесто на кусочки. Делаем лепёшечки. Включили уже разогреваться сковороду с растительным маслом. Выкладываем начинку. И будем защипывать края, как у пирожков. Начинка должна быть холодной. Комнатной температуры. Ни в коем случае не горячей. Всё делаем легко и просто. Смотрите. Защипываем края. Защипали. Перевернули. И вот так рукой придавили. И снова берём. Защипываем края. Перевернули. Обволакиваем в муке. Чуточку, что у нас на столе есть. И вот так хорошенько сделаем круглой формы сразы. Подаем их со сметаны. Вообще подаем кто как любит. Я, например, их ем и без сметаны. Мне ни к чему дополнительные калории. Красота! Кто никогда в жизни не готовил сразы, рекомендую. Приготовьте. Это очень вкусное и сытное блюдо. На раскалённой сковороде с растительным маслом начинаем обжаривать. С обеих сторон. Как только вы видите, что сразу обжариваемся до золотистого цвета с одной стороны, вы сразу же переворачиваете и обжариваете с другой стороны. По времени точно не могу вам сказать. Во-первых, каждый ориентируется по своей плите. Вы сразу же увидите золотистый цвет. Всё переворачиваете и обжариваете. Вкуснота! Как только подрумянились сразы с обеих сторон, перекладываем их на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался в полотенце. Эта порция рассчитана на две сковороды. Обжариваем следующие. Теперь вблизи я разломаю и покажу вам, какая это вкуснятина. Вы только посмотрите. Очень вкусное и сытное блюдо. Всем рекомендую приготовить. Ммм! Как вкусно! Картофельное тесто нежнейшее. Очень нежные сразы. Вкусные, нежирные. Готовьте! С вами была Ира и канал Готовим с любовью. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok